Ну что ж, здравствуйте! Заходите, заходите в гости. Гости дорогие, масло масляное. Вот у меня тут вход в квартиру. Дверь. И еще одна дверь. Видимо, потому что бы на первом этаже зимой было тепло. Не смотрите на тот хвостик, все никак не выделим. Хотя мне кажется, он очень даже удобный. Потому что на нем висит проводочек. По которому идет интернетик кабельный. В общем, вот у нас тут белый потолочек. Вот эта люстра была у меня на кухне в предыдущей квартире. Да, вот тут у меня баррикада всякая. Коробка из-под ветерка, коробка из-под ноутбука. Корм в другом пакетике, который вчера кот разгрыз. И шкаф, который вообще стоял у бабушки в комнате. Но мы решили, что ему самое место в коридоре. Может быть, потом я его сменю. Конечно, здесь было бы все ровно. Но у нас были такие сказочные люди, которые работали грузчиками с четвертого на первой. И они почему-то очень халатно отнеслись к своей работе. Ну, как бы опустим тот момент, что они периодически просили попить. Если бы у них был сушняк, тут мои ножки, тапочки, стульчик, который дедушка делал. И мы, в принципе, то думали обклеить этими обоями вот здесь, то передумывали. В итоге, вроде как, пока к чему-то конкретному не сошлись. Но если мы все-таки здесь поклеим этими обоями, потому что еще остался кусок. Да, ремонт мне делала, как я уже говорила, родня. Точнее, клеили обои. Женщина клеила обои. Потолки мне навесные делали к нему. Ближе потом подойдем. Уже заказывали я и моя тетя. Ну и в основном ремонт мне делали мои добрые сетья. В общем, тут у меня как бы коридор. Здесь зеркало. Вот я тут в зеркале отражаюсь. Здесь всякая такая требуха нужная не очень. А здесь уже непосредственно шкаф. Мне, конечно, сестра пообещала на новоселье вешалочку, чтобы пришел человек и скинул с себя головной убор или шмоточку свою повесил. Но вешалочка, как пообещалась, так все еще никак не приедет. Возможно, у сестры очень много дел. Ну да ладно. Мне суть важна. У меня пока есть куда вешать. Вот тут в основном сейчас подвисит моя одежда, ибо в гостях у меня никого. Вы только еще зашли. Здесь вот сумка, которую мне родственники отдали. Мне раньше была на колесиках, но после какого-то очередного моего путешествия колесики отворились. И наполнитель тревесный, который можно, как гласит упаковка, смывать в унитаз, потому что он как бы опилки. В общем, я думаю, сначала мы с вами пройдем на кухню. Но вообще, да, вот здесь потом будет занавесочка, и если кому-то будет интересно, то я потом засниму. Может, отчетом мы так и не определились, какой кусочек материала туда присобачить. Пока что у меня там магнитофон, который может проигрывать компактистские кассеты. Оставила, пусть будет. Сумка, которую я весной этого года покупала. Сумка и фрешевская с другими сумками. Ну и прочие такие вещи, которые, в принципе, ну не первой надобности. Вот здесь у нас ванна. Да, вот тут потолок. Свет горит. Ванна еще всегда. Да, вот здесь вот две розетки. При желании можно что-нибудь подзарядить, типа телефона. Вот здесь у нас ванна. В ванной уже был отдельный обзор, детальный такой. Ну, я просто вот сейчас покажу. Вдруг вы захотите руки помыть или сходить в туалет. Мало ли. А возможно, даже помыться. Ну, с дороги, пыльно, устали. Да, если у вас есть животное, то мой кот поделится своим унитазиком. Выключим свет. Ради экономии. Лепестричество. Тут у меня урожай с двух огородов, с нашего сада и с сада моих родственников тоже. Кабачки. Я половину из них собираюсь потом заморозить, обработать. Здесь вот у меня висит обезьянка. Я думаю, что да, мы решили, это мое решение было, что кухня будет без двери. Но в комнате есть дверь, не беспокойтесь. Если вы вдруг захотите уединиться, если придете ко мне в гости, а я тут буду что-то делать на кухне. Ну, у нас с вами, конечно же, будет абсолютное доверие. Вы же не будете лазать, куда не надо. В общем, тут у меня обезьянка, и я решила, что самое место тут вот эти расчески. Конечно, такой вариант расчесок лучше вешать в коридоре, но хозяин же барин, да? Вот у нас мой навесной потолочек, который я сама заказывала. Это люстра, которая у меня висела в комнате, но из-за неряшливого отношения к чужим предметам, и женщина, которая клеила обои, за что ей, конечно же, большое спасибо. И не за спасибо, а за денежку она это делала, за родственную денежку, то вот она разбила один плафон. И так как таких уже не было нигде, эксклюзивный такой вариант, то я уже купила, вот просто посоветовали мне в одном нашем магазине. Оно, в принципе, смотрится, вот не знаете, так и смотрится нормально. Конечно, у меня было сначала много негодуя по этому поводу, но уже как-то оно приелось. Вот я сейчас покажу вам круг потолка. Да, сделала круг, и голова немножко загружилась. В общем, здесь у меня картина кижи деревянная. Это еще из прошлой квартиры. Я думаю, это молодости моих родителей. Здесь у нас можно включить свет. И стало немножко светлее, ибо, в принципе, чуть-чуть затемняет вот эта яблоня, которая вот буквально минут 10 назад обходила дом, в котором я живу впервые, за все свое бытие тут, и подходила к этой яблоне. Она очень хорошо цвела, но яблок, к сожалению, на ней довольно мало. В общем, вот этот замечательный кухонный гарнитур мне подарила моя добрая тетушка. Мне что очень радовало, мы все выбирали вместе. Со мной советовали, спрашивали мое мнение. Мы выбирали цвет. Вот, допустим, вот эти обои. И обои в коридоре. Советовались по поводу гардины. В общем, тут, конечно, занавески у меня может кто-то сказать, что вот, ты из прошлой квартиры привезла. Но, с одной стороны, мне кажется, тут такая гармония, как бы, немножко предыдущего, старого и слегка нового. И потом эти занавески с этой тюлькой очень даже вписываются в дизайн этой кухни. Все гармонично. Да, из старого у меня, конечно, тут вот этот стульчик. Вообще, у меня осталось только три стульчика. Три стульчика я отдала человеку, который занимается театром в библиотеке, театром книги. Теперь занимается. Здесь у меня микроволновка. И да, гости дорогие, хотите конфеток? Угощайтесь. Это тоже из предыдущей квартиры. Досочка для аромопалочек, которые меня спасают, когда хочется спать в неугодное время, допустим, днем. Тут у меня хлебушек, микроволновка. В микроволновке я отражаюсь. Привет, люди! Это цветочки. Конечно, родня у меня очень замечательная, но иногда она забывает полить цветы, если я ее попрошу. В общем, тот случай, когда родня забыла полить цветы, и цветы, к сожалению, слегка погибли. Пришлось их немножко реанимировать. Я очень надеюсь, что мой хлорофитом, выживший и много всего переживший, даст корни. Моя герань, которую еще в той квартире при перевозке вещей родственники забраковали, тоже даст корни. И еще там Ванька мокрый. Будильник, который давно уже не будильник. Аромопалки, которые я сто лет назад покупала. Спички, эфирные масла, холодильник. Я помню, что я делала обзор, что в моем холодильнике. Если вас все еще это интересует, я могу сделать обзор, что уже в моем холодильнике в этой квартире. Да, вот табуретки, это тоже с той квартиры. Плита нам, к счастью или к сожалению, уж не знаю как кому, досталась от прежних хозяев. Новая совершенно. Мне она очень нравится. Чайник подарила моя подруга на новоселье. В общем, вот у меня тут сушилку я покупала. Мы с роднёй определились, что вот эти шкафы у меня будут просто шкафами. А сушилка у меня будет именно такая. Потому что как бы я живу одна и много мне посуды мыть или типа того не надо. Это подарили моей сестры когда-то еще, может года два назад. Когда мы думали, что очень быстро продадим квартиру. Но у нас случилось это только через полтора года. В общем, очень нужные вещи. Две прихваточки и фартучек. Новенький фартучек с пчелками. Для потомственного пчеловода что еще надо. В общем, еще раз я вам это покажу. Вблизи даже подойду. Да, тут сковородка. Я что-то повадила сделать картошку в очистках, которые только-только молодая картошка. Помидорки с нашего сада. Это, если я не путаю, фенхель. Но как я загуглила и поняла, что он бывает разного вида. Потому что вот корни у этого фенхеля напоминали, допустим, морковку. А тот, который фенхель я нашла в интернете, он больше напоминал лучок. И тут парочка листиков засыхает. В том мешочке вот как раз остатки мелкой картошки, которую я жарю на свином сале. Вот в этой сковородке. И вот этот ветерок, который я недавно купила. И видно кусочек моего балкона. Батареи, конечно, отключены. Но у меня полотенце что-то как-то довольно влажное от частого применения. И на стуле оно как-то не очень сохнет. Я решила, что в таком виде от самовнушения оно высохнет быстрее. Да, стол тоже из предыдущей квартиры. Но он сюда очень гармонично вписался. И вот я после генеральной уборки, как раз когда последние вещи ремонтные выносились, поставила его именно вот так, как было в предыдущей квартире. Тут у меня дыня одинокая, всё никак не съестся, уже замучилась. И яблоко с этой яблони. Конечно, я его содрать не смогла, потому что они довольно высоко для моего роста. Метр шестьдесят два сантиметра. Сто шестьдесят два сантиметра, скажем так. Но лежала на земле. Я его помыла, просто хочу попробовать, как оно. Тут вафельки и чай. Да, это мой чай, но если вы хотите чаю, то чайник горячий. Я могу налить вам тоже чаю. И мы попьём с вами чаю с вафельками. И я ещё угощу вас дынькой. Её как раз хватит на двоих. Ну и да, как же без кота. Так, если ваше животное хочет покушать, то мой кот поделится кормом, водичкой. И мы даже можем налить ему молочка. Вот тут розетка, удлинитель и зажигалочка лепестрическая. Ну и ещё одна розеточка. Ну и пожалуй пойдёмте с вами в комнату. В коридоре я свет выключу. Мы с вами уже разделися. Чаю попили, лапки помыли. Сходили по нужде, если вам оно было надо. И вот дверь тут сохранилась. И мы упираемся как бы комната в комнате. Вообще это была идея моей тёти. Я не знала, как она будет выглядеть на самом деле. И чуть-чуть по-другому мы сначала хотели. Но так как шкаф был чуть пошире, чем мы планировали. А пианино тоже чуть пошире, чем мы думали. Или подлиннее. То вышло именно так. В общем вот. Тут у меня сумочка от подписчицы Вики. Это пакетик. Почему пакетик? Потому что он шуршит, кот иногда с ним играет. Шкаф довольно замечательный. Я даже не постесняюсь покажу вам одну дверцу. Вот здесь у меня наверху полочка. Мои вещи. И внизу у меня так случилось, что два пылесоса. Один маленький такой пылесос, а другой побольше. И ящичек с утюгом. И вот смотрите, как замечательно. Там ящички. Очень удобно. И еще несколько полочек от пола до потолка практически вот в этой дверце. Да, и вот этот вот самый навесной потолок. Здесь он у нас, в общем на кухне он у меня был матовый. А тут он у нас сатиновый. И они оба белые. Мы решили, что в принципе белый абсолютно оптимальный вариант. Да, тут конечно видавшие виды, наверное, будут каменты, что что это такое в эту новую квартиру приволокла. Это у нас гладильная доска. Возможно на ней надо сменить вот этот вот наряд. Но я как-то никогда об этом не думала. И вот по полу идет как раз провод. Ребята из Ростелекома, точнее Яртелесервиса, были настолько добры, что выдали мне ну просто запредельное множество этого провода. Может быть у них провод был лишний, не знаю. Ну, пришлось в ритоке мне этот провод скручивать самой, потому что ну очень его много. Его бы хватило в два раза обкрутить квартиру полностью. В общем, вот такие замечательные обои. Так, на кухне кстати моющиеся обои. Тут вот прям вот такая девчачья комната, я считаю. Оптимальный такой вариант. Тут вот свет. Мы можем включить свет. И я покажу вам лампу. Эту лампу, даже так, эту люстру, мне подарила на новоселье моя добрая тетушка. За что и, конечно же, большое спасибо. Мы с ней вместе также выбирали и обои, и лампу. И по поводу потолка она со мной советовалась. И тут у нас линолеум. И по поводу его мы тоже вместе его выбирали. В общем, вот у меня здесь на стенах. Я оставила картинку, рамочку. В ней, в общем, гобеленчик, который я привезла из какого-то... одного из своих путешествий. Возможно, даже когда я ездила на теплоходе. В 2014 году на теплоходе космонавт Гагарин. И что тут у нас? Метраж у нас, по-моему, 5,5 на 3,3. То бишь, вот эта вот стена у нас 5,5 метров. Вот эта дверь. И сейчас мы попадем в комната в комнате. Смотрите. Комната в комнате. Кровать. А еще кот в переноске. Ну и да, мои сланцы, я в них хожу в душ. Из старого у меня, конечно же, вот моя тумбочка. Вот этот стул. Пианино, как же без него. С игрушками. Ну, что ж, сделаешь, что этих обезьян просто запредельное количество. И на полу у меня ковер, который в большой комнате в предыдущей квартире был на стене. Повесь ковер, точнее, положи ковер на пол и спаси свои обои. Единственный минус. Вот, возможно, вы заметите валуны какие-то. На линолеуме просто случилось так, что, когда мы передвигали сюда вещи, переносили, был приказ с нашим родственникам и тем, кто защищил эти вещи, поставить пианино именно вот так. Ну, получилось так, что пианино уже впоследствии передвигали сюда. Линолеум уже был. Ну, вот, как-то так. Я не считаю это каким-то уж особым таким минусом. К тому же коврик тут лежит и как бы это все закрывает. Говорю, такие тайные. Такая открытая до хрена Лёля. У меня тут тубареточка пианинная. Пианино-фантазия 2. И вот эту вот штучку делала еще моя бабушка из разных каких-то тряпочек, крючков. Вот, память о бабушке. Тут у меня картинка, чеканка, кораблик. Тоже из предыдущей квартиры, из большой комнаты. И это уже из моей комнаты. Еще, наверное, маминой молодости. Можно узнать температуру моей комнаты. 24 градуса. Да, вот моя тумбочка с чаем. До сих пор в ней чай лежит, стоит. И вот это штатив, на котором я часто снимаю обзоры. Вот у меня тут замечательные розовые занавески и прекрасная тюль. Я думаю, что это очень сочетается со всем остальным в комнате. Это вот мой стульчик. Да, на стульчике такая покрывашка. Это мне на новоселье связала моя великовозрастная подруга, тетя Валя, из которой приезжает в Ескино. И вот из старого, опять же, мой рабочий компьютерный стол. С моим системником и с моим монитором. Стенка, которая по цвету очень даже вписывается и сочетается и с компьютерным столом, и со шкафом, и с тумбочкой. Здесь вы видите досочку. Это у меня как бы мольберт, не мольберт. В общем, досочка, на которой я иногда рисую. Или кладу на нее нетбук или ноутбук. Тубареточка, которую делал еще дедушка, на ней очень удобно сидеть. И вот у меня прям мечта была такая вот сидеть вот на такой тубареточке, открывать мониторчик ноутбука и смотреть, допустим, какой-нибудь фильм или просто работать. Ну, так как фильмы я давно уже не смотрю, а смотрю аниме, то смотреть, допустим, аниме. Что ж, мы с вами побывали в моей комнате. Давайте освежимся и пройдем на балкон. Там у меня лес цветов. Сыновесочка, которую сделала моя тетя, но моя подружка, к сожалению, привесила ее кверх ногами. А у меня все никак не хватает рук. Перевесить ее обратно, ну, в принципе, как бы не то чтобы рук, еще и зрение не такое. Да, тут у меня тоже обезьянки. В этой коробочке у меня находится соковыжималка. Еще времен мамы. Тут у меня тумбочка приместилась, которая раньше была в коридоре, но теперь в ней много всего лежит. Это вот второй пылесос. Медвежонок, я думаю, что он уже высох. Градусник, который был в моей комнате. Здесь он у меня температуру отмечает уличную. Картина, которую мне подарила моя подруга Саша Житова. Очередная обезьянка. Шкаф с кухни пинал. Цветок. Буквально этой ночью мой кот лазал-лазал и он упал. Ну, он у нас выжил, он стойкий цветок. И теперь он будет стоять на полу. Во избежание следующего падения. К тому же у меня здесь растет из какого-то совершенно случайного дернышка. Может быть лимончик. А может быть кто-то еще. Я думаю, потом его надо будет пересадить. Тут у меня сушилка, которую мне родственники добрые подарили на день рождения. Сушилка за белья. Всякая такая требуха, запас туалетной бумаги. Это если вдруг вы пришли ко мне, а у вас вдруг, ну мало ли, съели чего-то, отравились, а понос. Вам хватит этой бумаги, люди. Тут у меня на всякий случай еще в прошлой квартире все-таки решили, что он нужен родственнике. Это обогреватель электрический. Мой фикус тут прям расцвел практически. А в той квартире периодически мер. Я очень рада, что ему здесь нравится. Очередной молочай. Я помню, что кто-то из подписчиков у меня очень негодовал, что я выращиваю молочай, ведь он настолько ядовитый. Ну, я отъяду рознь. А это венок, не помню название. У меня еще есть такой же полосатенький, и он сейчас отращивается. Я надеюсь, что он у меня снова отрастет. И еще был какой-то другой у меня раньше венок, но фиолетовые полоски, белые полоски. Белых полосок, к сожалению, нет, потому что моя бабуся в свое время ему помогла не быть. Вот у нас тут алойка тоже очень сильно разрослась. Это последствия того, что его забыли в свое время полить. Но я очень надеюсь, что он отойдет. Потому что, допустим, полосатый хлорофитум, у меня, к сожалению, остались только полосатые хлорофитумы, уже как бы отошел. В смысле, не в мир иной, но очень даже хорошо себя чувствует. Самое интересное, что изначально это был обычный хлорофитум, но почему-то он, может, сам как-то мутировал. У него от корня шел и полосатый, и обычный. Я вот надеюсь, что этот обычный тоже все-таки отойдет. Потому что, в принципе, его тут погрыз в свое время кот. Вот это видавшая виды претеное создание. Мне досталась от тети Вали, которая из Ескина. И оно, скажем так, раритетное. И моя городня его давно выкинула, но я такой скопидамук. А это мой лавровый риск, моя гордость. Он здесь вот просто почувствовал себя в раю, и он плодится и множится до невозможности. Я думаю, что уже пора снимать с него листики и сушить их. И если вам хочется, я могу отрезать вам веточку. Вы поставите ее в баночку под землю, в горшочек. Поднете в землю, в землю в горшочек, поставите на него баночку. И будете ждать, пока почечка не станет листиком. После этого снимите баночку и вуаля! Он будет у вас жить долго и счастливо. К тому же, вот здесь вот, ну... Ему тоже, видать, досталось, когда забыли поливать. Ну, мало ли. Я не в обиде на родню в этом плане, но... Все же жалко, потому что очень много почечек. Приказала долго жить. Но ничего, он живучий. И если сейчас нет почечек, то когда появится, я вам обязательно отрежу веточку. Или же просто сниму несколько листиков. Посушу, и вы можете ложить их в суп. Да, вот здесь у меня стоит не иллюзорница. Купленный в Букинисте Петрозаводске. Маганин Букинист. И он охраняет этот цветок верой и правдой. И сюда недавно, вот судя по тому, что она такая зелененькая, все-таки она отодубила. Я воткнула немножко этой самой веночкой. А это фиалка от моей подписчицы, которая вообще зрительница. Которая первая верующая в лёльку, приехавшая к лёльке. Она до сих пор цветёт, несмотря на то, что она пережила жуткую засуху. Потому что у меня две недели не было дома. Я была в деревне. И она всё равно даёт бутончики. Хотя до этого у неё было просто запредельное множество бутончиков. Ну и что ж, мне кажется, я вам всё, что тут можно, показала. И я думаю, мы можем с вами закругляться. Вот обратно мы выходим с этого балкончика. Провожу я вас, пожалуй, до двери. Ну и не стесняйтесь. Заходите ещё. Всем пока.